утренний гость мы продолжаем наш утренний эфир будильники с вами по-прежнему мы рады рассказывать об интересных актуальных новостях и не только анголицына я максим поповну как замечательно что есть у нас такая рубрика утренний гость и прям сейчас он к нам присоединяется с удовольствием представляем вам артиста актера прежде всего русского драматического театра владимира бурова доброе утро здравствуйте владимир вот сегодня пятница 13 для кого-то устрашающий день кто-то может быть из дома даже не выходит а как у актеров у артистов проходит этот день и вообще если какие-то приметы которые немножечко настораживают которых вы говорите нет это все не важно и много ли вообще у актеров суеверий да их предостаточно но вообще актеры в большинстве своем это народ такой суеверный я допустим я не верила то что 13 пятница ну и как бы обычный день но допустим вот я знаю насколько часто что не назначают премьеры в пятницу допустим но самое часто это вот наверное я везде встречал и не только в театрах съемки какие-то даже сценарий просто там праздника когда падает текст допустим роли и на него нужно обязательно сесть и свои пятой точкой его грубо говоря поднять придерживая руками и посидеть немного посидеть немного да ну я допустим вот когда спектакли выпускали я неоднократно ронял текст и как-то ничего не произошло вот потом нельзя допустим свистеть не рекомендуется в театре как и дома наверное не будет день а не будет зрителей вот нельзя грезь семечки и одно из самых страшных которые наверное люди актеры боятся это сыграть смерть допустим на съемках фильма оператор не останавливает съемку чтобы актер успел показать язык допустим или что-то в как-то оживиться ну и что касается суеверий на мой взгляд к этому склонны актеры более взрослого более старшего поколения нежели молодые актеры хотя вот у нас есть молодой актер в театре он не бреется как начинается работа над новой пьесы над новым спектаклем и до премьеры он не бреется у у него такое его личное поверье вот смешная будет ситуация когда ему нужно будет сыграть лысого а по поведет в конце сдачи уже через три с половиной месяца я себя брошу гибридом и с длинными волосами что-то в этом роде да и это даже не столько наверное примета сколько правило что если прогон проходит генеральный прогон проходит плохо то примера скорее всего пройдет хорошо и наоборот если день день прогон был очень хорошим то пример обычно как получается как второй спектакль потому что говорят что вот на второй спектакль приходят враги потому что второй спектакль всегда хуже чем пример так складывается неизвестно почему интересно но я услышал что у владимира уже хорошо самого раннего утра работают резонаторы очень но понятно что это природа очень поставленный бархатный баритон а тем не менее давай поспоминаем наверное каким образом можно развить свой речевой аппарат и как вообще актеры а ставят голос и на сцен речи да да это все делается до проходим как это все происходит школы скажем так разные допустим то же самое в москве отличается от того как учит в питере и даже в питере вот у нас было то что у разных педагогов немножко своя методика кто-то использует пробку обычно от шампанского от вина сжимают пробку зубами и говорят какие-то скороговорки или что-то в этом роде кто-то разминает дает зарядку скажем так языку языку и губам то что разминает губы по кругу вот это все чистим они бы и так далее а для голоса но мне сложнее в этом плане говорить потому что мне особо голос не ставили это как говорится природа да да но тоже есть множество различных упражнений начиная от расслабления плечевого аппарата когда мы просто прыгаем чтобы тело расслабилось зачастую это но в сидящем положении это сложно что-то показать потому что в сидящем то чтобы мы речью занимались это были занятия по орфоэпии правильное ударение правильное произношение слов чтобы не было говора это особенно вот которые артисты приезжают допустим из провинции в москву или петербург это чувствуются они допустим не говорят а говорят какие-то слова и его ваще короче просто говорят и получается что это ну так слушать немножко так сложно как интересно сейчас такой какой-то говор смешанный смешанный полу да немножко что-то ловишь и оттуда оттуда солянка допустим ну опять же слово не торты а торты не звонит звонит и так далее ну и разминать речевой аппарат это можно сидим можно лучше вот опять же как перед спектаклем это получается так что ну допустим я когда разминаюсь перед спектаклем это какие-то упражнения там дыхательные идут чтобы разлучаться чтобы голос опять же проснулся потому что бывают утренние сказки они в 10 утра и голос он присыпается обычно только через три часа после того как проснулся человек насколько мне известно и получается нужно себя привести в тонус чтобы выйти на сцену и все сыграть как положено так ну мы встали в пять утра ну допустим что почти уже прошло три часа скоро у нас голос проснется как раз завершение программы друзья голос наш уже будет бодрствовать голос уже можно сказать на стадии пробуждения вот небольшой мастер-класс от актера русского драматического театра владимира бурова прямо сейчас для нас ведущих ну и для всех телезрителей попробуем ну давайте попробуем допустим мы часто использовали скороговорку такую на мили мы на лима лениво ловили это скороговорка она именно на сонорные звуки она помогает раззвучаться немного то есть и различные модуляции допустим на мили мы на лима лениво ловили меняли на лима мы вам на линя то есть чтобы расширить свой голосовой диапазон размять от самых верхних каких-то резонаторов до самых нижних допустим да и чтобы голос летел потом кто-то использует допустим есть вариации тоже придуманная была на шиш сушмаше шишка сушильщик саша не высушил ни шиша делали упражнения круговые руками при этом делая выпад ногами чтобы появился объем голосе чтобы он не был плоским и зажатым вот так а было ощущение что челюсть открывается от центра спины и тогда сразу появляется объем и голос начинает лететь тоже представила как это все психологические моменты видимо да и сначала нужно знать во первых о чем ты говоришь во вторых нужно представить этот образ там и на мили мы ловили на мили мы лениво на лима да но были вариации там ой на мили на мили на мили ой не меняй не меняй не меняй и тогда потом это все уже конечно летит голос а мне такой вопрос возник знаешь что интересно во первых где где учился я русского драматического театра чувашеского я много где учился но я закончил петербургскую театральную академию на муховой петербургской театральной академии это мне кажется такая негласная борьба с гитисом идет у них это с московской школы вообще с москвой за узла в этом и щука и да да но там много всего а что интересного такого было вот своеобразного может быть что нет нигде вообще в стране может быть да было это не то что в стране даже насколько мне известно в мире не везде у нас был замечательнейший педагог по речи юрий андреевич васильев так это просто не знает наш бог персональный можно сказать персонал jesus потому что то что он дал это никогда не забудется и это навсегда останется вот с теми кто у него училась потому что у него очень своя своеобразная и отличная система который он придумал сам у него есть даже он выпустил там разные методички и такого но я не встречал нигде есть назовем так не то что подражатели а последователь но изначально придумано именно им но что вот те же самые чтобы все телезрители знали вот такой маленький секрет все упражнения которые я говорил это в принципе то что учил он нас естественно они базируются на каких-то вещах по сцен речи которые уже существовали до до него но при этом он это все модифицировал и он всегда нас нам говорит что мы не занимаемся здесь сценической речью мы творим мы пробуем что-то и одно из самых один из самых важных моментов был то что мы должны понимать что мы говорим о чем мы говорим зачем мы это говорим и тогда уходил тот самый зажим голоса появлялась расслабление появлялась правильная речь когда мы представляли то о чем говорит и но это действительно чувствовалось это было сразу видно когда человек просто говорит слова или он говорит о чем-то а ты помнишь когда ты поступал на маховую именно в театральную академию что ты говорил экзаменатором я многое что говорил это зачастую хоть это было не первое поступление был так немножко как в тумане в дымке все в такое обычно происходит я помню что сказал юрий андреевич васильев после того как нас зачислили объявили те кто поступил он сказал так волосе ну да голос хороший есть чем работать один из самых интересных таборов но надо работать надо работать но не обтесанный пока но может быть это и хорошо потому что обтесанный город голос обтесать дальше и сложнее да но вот этим мы и занимались вам у тебя помню что ты читал какие произведения как у вас не стих и проза помню сейчас я навряд ли это воспроизведу вообще не просто в том виде хотя бы текст но я помню меня было две басни это была басня обязательно в некоторых институтах допустим щуки басти крылова была и вторая это трой жениц и вторая басни у меня была полкана шапка михалкова стихотворение у меня было тоже два это одно евтушенко одно маяковского и но проза была одна вампилова рассказ от поля у него есть вот поступает только что он был школьником да вот девчонка еще юная которая не испытала всех прелести жизни и читает произведение который уже за спиной прошаренный 40-летний женщины такой видавший уже многое в этой жизни вообще так получается что либо это нужно как-то правильно подобрать произведение надо понимать я считаю что в том возрасте этому это сложно но нужно все равно понимать стараться хотя бы понять свои какие-то сильные стороны слабые стороны как ну как 17-летняя девочка может прочесть стихотворение там или прозу о 40-летней женщине это невозможно она не понимает это выглядит но мягко выражаюсь очень спешно но перед нами уже сложившийся актер которого может быть и в какой-то степени сделали где-то подсказали где-то может быть сам уже пошел на правильный путь владимир буров мы продолжим обязательно общение но после небольшой паузы оставайтесь с нами утренний гость продолжение программы общение с нашим гостем актер русского драматического театра владимир буров сегодня к нам пришел на программу здравствуйте еще раз здравствуйте но теперь уже утро доброе мы проснулись разговаривали за разговор а интересно что такая есть градация между мне кажется танцорами но то не всех знает на самом деле у нас универсальный тут лазучек она и танцор и отчасти певец и и в театральном лучшем и крестикам ушел очки и причастки делаешь и я шучу и в театральном училась наверняка вы не дашь мне сейчас соврать что это какие-то определенные такие ну грубо говоря касты людей атмосфера такая вот что интересного из атмосферы студенчества театральной академии ты можешь вспомнить вам сейчас ну у нас интересного было необычным то что наша мастерская находилась прямо в общежитии на пятом этаже мы жили на васильевском острове общежитие находится и вот на первом этаже была мастерская козлова а вот на самом верхнем наша и было забавно то что вы художественный руководитель может зайти к себе в комнату общежития и иногда кто-то в тапочках поднимался но все равно снимали потому что ну запрещено подниматься вот в тапочках мастерскую было в уличной обуви то есть ни в коем случае на сцену вот опять же вот это привычки приметы то же самое в уличной обуви на сцену нельзя босиком у меня смена обувь но некоторые артисты бывает что этим и грешат то есть так бывает так прям злостные нарушить владимир вот ты актер театра и кино в том числе ты снимался в кино совсем как говорится вот чуть-чуть вот как держал хлопушку нет все-таки снимался как происходит вот тебе дает текст а ты его учишь не за за ночь накануне либо учишь сразу либо на ходу все это происходит как происходит в фильме и как происходит в театре работа с текстом по-разному это всегда по-разному это всегда индивидуально потому что в кино бывает так что тебе сценарий прислали дня за три за день там ты за ночь учишь а бывает так что ну это конечно от уровня проекта зависит бывает так что ты утром приходишь тебе вот пожалуйста текст и давай как быстрее 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 то есть актер должен обладать хорошей памятью да но вот у меня так повезло с детства меня как раз хорошая память и я очень все быстро запоминаю но в театре театре проще потому что начинается процесс репетиции в процессе репетиций все это запоминается потому что я текст не учу Вообще. Он запоминается сам. Потому что когда текст зубрится, допустим, я вводился в некоторые спектакли, и текст приходилось зубрить прям. Он очень быстро потом вылетает из головы. Он забывается. А когда ты текст запоминаешь на репетициях, то он откладывается, остается, и в три часа ночи можно разбудить. И я его буду помнить. В современных театрах уже не сидит суфлёр и не подсказывает, не выкрикывает. Есть помрежь. Да, если вдруг забыл. Бывали случаи такие? Да, бывало. Мы играли спектакль с другом во время обучения. Я смотрю на него, и у меня было такое ощущение, что у него взгляд был такой, что он не то, что текст забыл. Он эту пьесу ни разу не читал, в которой мы играем. Просто было абсолютно пусто. Но ничего, выкрутились. Я по сюжету был журналистом, и я задал наводящий вопрос, от которого он вспомнил, что нужно делать дальше. То есть партнёр должен помочь в нужное время. Подхватит, да. Может подсказать кто-то, допустим, тот же самый, по-моему, режший за кулис нашептать текст, либо симпровизировать как-то своими словами. Потому что обычно текст он забывается, но артист помнит мысль, которую он должен сказать, и в случае чего он своими как-то словами это всё завернёт. Но самое сложное в этом плане, конечно, когда, допустим, в стихотворной форме. Вот это, конечно, печально. Твоя любимая роль? Я надеюсь, они все ещё впереди. Отлично. А я вот хотел задать другой вопрос. Почему именно актёрство? Почему именно ты вырос в этой среде? Или что? Ведь в принципе актёрская судьба, она такая достаточно суровая подчас. Да. Но, как говорится, в семье они без урода, потому что все юристы, ну, большинство, и бабушка, и мама, бабушка работала директором ЗАГСа здесь, мама юрист, то есть и никто не ожидал, потому что многие думали, что я пойду там что-то связанное с математикой, был вариант там на международные отношения, мама очень сильно хотела. И у нас был договор, то что у меня сдавал много ЕГЭ, там, по-моему, порядка шести, или пяти, ну, достаточно много, чтобы мне родители финансируют поездки в театральные вузы, я в свою очередь сдаю ЕГЭ, и в случае непоступления я иду туда, куда хотят они. Ну, а получилось случайно, просто я хотел стать журналистом, наверное, с класса седьмого, посмотрел Брюс Всемогущий, хотел стать журналистом, думал, это всё так круто, интересно, а потом в десятом классе познакомился там с девушкой, она ходила в театральную студию здесь. И как-то позвала, говорит, там зайди, что-то посмотри, и понеслось, поехала. Ну, случайно это получилось, то есть я как бы не особо не думал вообще становиться актёром, а потом втянулся, это всё понравилось. Не сожалеешь? Нет, нет, здесь не только, наверное, не сожалеешь, особо другого-то и ничего не умею, даже если бы сожалел, надо всё равно уже выбрал, надо идти до конца. Но смотри, хороший актёр – это человек, который постоянно проявляет наблюдательность. Как ты готовишься к роли? И да, и нет. Наверное, больше, что да, но есть разные артисты по способу подхода к работе вообще. Кто-то есть наблюдательные артисты, которые вот именно смотрят наблюдения, кто как себя ведёт, запоминают там говор, палаты какие-то, пластику. А есть кто берёт это из своей жизни, из каких-то своих опытов, из своих впечатлений и так далее. Я, как работаю над ролью, ну, всегда сначала, как говорится, ищется зерно, ищется вообще понять, что за человек, что он собой представляет, что хочет, зачем, почему. Задаются тысячи вопросов и пытаешься на них в ходе репетиции на них ответить. И тогда формируется, ну, скажем так, человек, если всё происходит удачно. А ты можешь вот себя уже характеризовать Владимир Буров на сцене и Владимир Буров в жизни. Это два разных персонажа? Или это что-то одно? Да, это разные персонажи. Ну, пока на данный момент, может, кто-то скажет, что это не так, но, как мне кажется, что я в жизни, я на сцене, ну, это разные люди, потому что всё равно я играю других людей. Даже не то, что я в предлагаемых, есть понятие образ, и я в предлагаемых обстоятельствах. То есть, когда я иду всё-таки больше от себя. Такого нет, это всегда разные люди. И, ну, естественно, что-то есть от меня. Так или иначе, ну, от этого невозможно избавиться. Но я всё-таки стараюсь дистанцироваться от персонажей. А какие роли тебе больше нравятся или даются? Лирико-драматические, комические, может быть, какие-то ещё? Знаете, обычно говорят, что вот комедию сыграть сложнее. Мне наоборот, мне комедия даётся, ну, достаточно, как мне, опять же, кажется, достаточно легко, не сильно тяжело. И мне интереснее, естественно, всем хочется сыграть, там, что-то серьёзное, чтобы так прям, ммм, всё было сурово и без улыбки. Но пока комедийные роли. Комедийные роли? Комедийные характерные роли. Это твоё? Пока, да. Но, надеюсь, социальный бытовой герой всё-таки из меня выйдет. Ну, Владимир, просто так мы не отпустим тебя, потому что какой-то отрывочек либо из произведения, либо тот отрывок, который присутствовал при поступлении, да, в театральный вуз, ты нам исполнишь. Мы вот так вот, затаив дыхание, будем слушать и представим, что мы сейчас находимся в театре. Я попробую, но не уверен, что это получится в том виде, в котором, наверное, должно быть. Стихотворение, вот как раз поступление, это было, как говорится, я поступал, когда в Академию, это был 2011 год, это было 6 лет, это всё-таки было очень давно. Очень давно. Это сейчас говорит пенсионер Владимир Булл. Нет, ну по сравнению. Как молодые мы были. Относительно моего возраста, это всё-таки уже давненько было. Естественно, когда буду стар, всё-таки будет... Ах, Питер, Питер. Это в Питере себя сознательно люди старые, 26 лет, всё, прожил жизнь. Стихотворение, давай. Да, Владимир Маяковский, письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви. В сокращении. Представьте, входит красавица в сал. В меха и буса оправлена. А я взял эту красавицу и сказал. Правильно сказал или неправильно. Я товарищ из России, знаменит в своей стране. Я видал девиц красивее, Я видал девиц стройнее, Девушкам поэты Любы. Я шуменый голосист, Заговариваю зубы, Только слушать согласись. Не поймайте меня на дряни, На прохожей паре чувств. Я ж навек любовью ранен, Еле-еле волочусь. Ну, что ж в подробности вдаваться? Шутки бростика. Мне ж, красавица, Не двадцать, Тридцать с хвостиком. И, пожалуй, все. Отлично. Атмосферно. 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 Очень. И даже вот тут, Что-то вот тут у меня. Дрогнуло, да? Видимо, хвостик после тридцати Тебя зацепил прямо сейчас. И еще нет. И еще нет, пока что. Друзья, ну что ж, Вот такое замечательное у нас утро Творческое, С посылом творческим, И вообще с замечательным Исполнительным ролей. Это называется у нас, Как известно, Актер. Актер. Актер русского Драматического театра Владимир Буров. Ну, вот сегодня такая нотка Театра была. Поэтому любите театр, да? Вот хочется сказать. Ходите в театр. Ходите в театр. Ну и премьеры скоро ожидаем. Да, сейчас готовятся Две сказки. К примере одна будет новогодняя. Она, скорее всего, Будет в репертуаре. Одна в ноябре, Другая в декабре. Так что приходите, смотрите. И не забывайте Отключать сотовые телефоны И не разговаривать Во время спектакля. Такое бывает? Бывает. К сожалению, бывает. И ты так каким-нибудь Предметом театра Нельзя, нельзя. Иногда так и хочется Чем-нибудь запустить, Но нельзя. Да? Да. Можно просто замолчать И постоянно? Тоже нельзя. Нет, нельзя. Вообще никак. Вот так вот Тяжелая и неказистая Жизнь народного артиста. Кстати, хочешь звание Народного артиста? Ну, кто не хочет. Наверное, да. А может быть и нет. Ну, я не вижу Особых, скажем так Причин его хотеть. То есть, ну, буду народным Больше регалий, больше там Лучше всемирную известность. Конечно, конечно. Да. Этого мы тебе и будем желать. В общем, актер Русского драматического театра Владимир Буров Будущая всемирно известная звезда Обязательно у нас Как станет знаменитостью Появится здесь В будильниках шоу. Друзья, никуда не уходим. Хорошего вам дня. Будильники Субтитры создавал DimaTorzok